Встреча Владимира Ружицкого с жителями вновь прошла дистанционно. В режиме онлайн диалог с властью пробудет в целях нераспространения новейшей инфекции. Люберчане задавали свои вопросы главе округа по телефону и через социальные сети. Что сейчас волнует людей, узнавала наша съемочная группа. Задача одна – оставаться дома, а если есть необходимость выходить, соблюдать все нормы и правила, которые связаны с безопасностью от данного вируса. Наша другая жизнь сменила не только формат встреч с жителями, но и вектор вопросов. Так, одни жаловались, что их подъезды не дезинфицируют, другие в период пандемии потеряли работу и не могут записаться на прием в центр занятости. Как правильно поступить? Самый хороший выход – это зарегистрироваться на портале «Работа в России». И мы буквально через несколько дней рассмотрим его заявление. Много вопросов к главе округа поступили и от тех, кому приходится вместе со школьниками дистанционно грызть гранит науки. Помимо жалоб на неудобства, волнуются родители выпускников за грядущие экзамены. Экзамены у нас в ЕГЭ немножко смещены по срокам. Об этом говорил министр посвящения Сергей Кравцов. Мы начинаем экзаменационную пару 8 июня. Закончится она в конце июня. Поступление в ВУЗ будет традиционным по результатам ЕГЭ. Но на сегодняшний день решается еще подача документов, возможно ли будет очно. Но, скорее всего, это будет заочная подача документов. Когда возобновится ремонт дорог, строительство в жилом секторе и благоустройство Малаховского озера? Вопрос, когда сейчас самый распространенный. Из-за затянувшихся ограничений жителей стали волновать и самые житейские темы. Когда парикмахерские откроют, пишут, я уже на ети похож. Юмор такой, понятно, но вопросов таких много. Служба быта, услуги бытовые пока ограничены до 11 мая. Все-таки я хочу убедительно попросить как предпринимательского сообщества, так и наших жителей сейчас все-таки жестко выполнять все те требования, которые перед нами ставят. Тем быстрее мы выйдем из этого самоизоляции. Все зависит от нас. Жизнь и здоровье все-таки превыше. Жители округа опасаются, что на грядущих майских праздниках из-за шашлычников нагрянет новый рост заболеваемости. Будут усиленные патрули. В любом случае режим самоизоляции соблюдается. Также рекомендовано будет всем торговым организациям, которые осуществляют продажу мангалов, каких-либо дров, либо еще разжигающих устройств, временно приостановить продажу данных товаров. Самая волнующая тема для люберчан – как получить медпомощь, когда все закрыто, как продлить действующий спецпропуск и где купить карту «Стрелка», без которой сейчас не воспользоваться общественным транспортом. Увидеть полную версию дистанционной встречи главы можно на официальном сайте администрации округа. Анна Троян, Сергей Гвозев и Валерия Абсалявов, телеканал ЛРТ.